Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского в студии Виолетта Ганина, Никита Кондратов. Здравствуйте! В Приднестровье продолжают приезжать беженцы с Украины. С 24 февраля в Приднестровье въехало больше 33 тысяч человек. Из них 26700 остались в нашей стране минимум на сутки. Большинство у родственников и близких. Также в Приднестровье работают центры для приема беженцев. Приднестровье помогает всем прибывшим с Украины. На разных уровнях идет эта помощь. Об этом поговорим сегодня с волонтером штаба. Мы рядом с Евгением Чураевым. Женя, здравствуйте! Добрый день! Вы помогаете прибывшим с Украины беженцам с 28 февраля. Уже не первый месяц. Сейчас обращений стало меньше или больше? С какими вопросами обращаются чаще всего? Стабильно в день мы, так скажем, обслуживаем от 60 до 80 беженцев. С какими вопросами чаще всего мы сталкиваемся? Ну, опять, продукты, одежда. И многие хотят найти работу на нашей территории. Также сейчас у нас начало работать подразделение психологической помощи и юридической помощи. Раньше мы с этими вопросами сталкивались, но никак их решить не могли. И теперь мы можем решить. Здорово! Два этих направления у нас еще появилось. Ну, вот я уверен, что вы услышали десятки, а возможно и сотни историй, к сожалению, трагических. Понятно, что ситуация тяжелая. Вот какая вас поразила больше всего? Одну могу историю так выделить. Здесь к нам приехала беременная девушка. Она была уже беременна третьим ребенком, то есть приехала с двумя. И она родила на территории нашей республики и планирует здесь оставаться. Мне просто отрадно от того, что моя родина нравится, так скажем, другим людям. На прошлой неделе вы запустили телеграм-канал «Помощь беженцам Украины Приднестровья». Там можно обратиться за консультацией почти по любому вопросу. Скажите, как часто пользуются вот этим новым телеграм-каналом? И назовите топ-3 самых часто задаваемых вопросов. Этот телеграм-канал на самом деле работает 24 на 7. То есть административный доступ к этому каналу есть у нескольких людей в офисе. И просто ответы могут люди получить и в 3 часа ночи, и в любое время суток. Чаще всего вопросы, на которые мы отвечаем, это как добраться до той или иной границы. Опять же, найти работу на территории Приднестровья. И помощь в продукты, одежда. Ну, вопросы такие, которые мы ежедневно слышим. В телеграм-канале они тоже освещаются. Вот я знаю, что наш бизнес тоже помогает. В частности, это сеть магазинов «Пять карманов» с сертификатами. Кто-то вот еще из предпринимателей помогает вам? Да, многие из предпринимателей нам помогают, но они свои лица держат в секрете. Они просто говорят, что мы хотим помочь, но не афишируйте, кто мы и что мы. Многие помогают, да. Главное, что помогают прекрасно. Конечно, люди скромные, это говорит о наших Приднестров, это только с лучшей стороны. Скажите, а чаще стали обращаться, чем в марте, или реже поток беженцев становится меньше? Как вы ощущаете? Мы не ощущаем какую-либо нагрузку. У нас оно волнообразно происходит по мере поступления продуктов. Вот у нас поступают продуктовые наборы, значит, у нас 2-3 дня идет интенсивная работа. Оп, там закончились продукты, уже оно менее интенсивно, но люди приходят за вещами, за консультациями. Просто кто-то приходит, просто поговорить. Волнами, волнообразно. Евгений, давайте мы еще раз напомним, как можно помочь и куда обращаться приднестровцам, кто хочет оказать помощь. Значит, мы находимся по адресу Ленина, 37, город Террасполь. Работаем с 10 до 4. Наш телефон 52-3, пятерки. Желательно, ну, если у кого-то будет желание, там мы принимаем продукты, не скоропортящиеся, и вещи сезонные на все возраста в чистом состоянии. Евгений, вот такой вопрос. Вот когда обострилась ситуация на Украине, вот вас, волонтеров, стало больше? Люди приходят записываться в ряды волонтеров? Нас волонтеров стало больше, и мы с каждым днем растем в количественном соотношении еще после начала пандемии. Ну и главный вопрос, скажите, почему сейчас важно помогать? Мы уверены, что вы знаете ответ на этот вопрос. Всего 30 секунд на ответ. Потому что нельзя стоять в стороне. Мы не можем по-другому им ответить. Мы отвечаем только помощью и улыбками. Спасибо вам большое. Удачи, успехов. 16 мая 1812. Россия и Турция ставят точку в очередной войне. Подписывают мирный договор в Бухаресте. По его условиям Бендер и Бессарабия переходят под контроль Санкт-Петербурга. На тот момент над Бендерами российский флаг развивался уже 6 лет. В 1806 русская армия под командованием генерала Мейндорфа в третий и последний раз взяла Бендерскую крепость. В 1812 успех закрепили документально. Такая вот история. Наша история. Ее надо обязательно помнить. Завершается учебный год. Этому, конечно, рады мальчишки и девчонки, а также их родители. Чему научились наши дети за этот учебный год, а чему научились учителя, сейчас все узнаем у нашего гостя. С нами на связи Светлана Иванишина, министр просвещения Приднестровской Молдавской Республики. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте. С 27 апреля этого года наши дети перешли на онлайн-обучение. Причина всем известна. Высокий уровень террористической опасности. Красный код продлили до 25 мая и приняли решение, что экзаменов у школьников не будет. Опять же, ура со всех сторон и учеников, и родителей. Я надеюсь, что даже и учителей. Ни переводных, ни выпускных экзаменов. Итоговые оценки выставят по текущим четвертным оценкам. То, как они учились, это будет итоговая оценка. Светлана Николаевна, все правильно я говорю? Так? Да, вы знаете, что экзамены были отменены. И по согласованию с правительством, президентом, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. И с этой целью учебный процесс организован в дистанционном формате для городских школ, для сельских школ по решению учредителя. Светлана Николаевна, вот понятно, что дети рады. Родители выдохнули уже все спокойно, что ждет лето, можно планировать отпуск. И понятно, что причина веская, почему отменили экзамены. Но вот я как человек, который пока находится вдалеке от этой проблемы, я уже с собой отучился и пока еще не родитель. Но вот дети не сдают экзамены. Для них это все-таки такой тест, ну, можно сказать, на взрослую жизнь. Они проходят какое-то испытание, преодолевают трудности. И вот то, что сейчас вот меняют экзамены, это облегчает им жизнь. На ваш взгляд, это не скажется вот в дальнейшем, что вот так они не научатся преодолевать трудности? Вы знаете, мне кажется, наоборот все будет. Надо будет догонять, надо будет больше работать и учителям, и детям. И та работа, которая нас ожидает впереди, она будет нелегкой. Потому что сегодня отмена, ввиду той ситуации, которая сложилась, она оправдана. Но я думаю, что и летом наши детки поработают и порешают задачи, будут повторять правила. Потому что действительно освобождение этих экзаменов не дает права освобождаться от получения знаний и от тех планов, которые есть у наших детей. На поступление в ВУЗы, на поступление в СПО, вообще на получение профессии. И просто для того, чтобы жить в этом мире, надо учиться. Поэтому для всех думающих людей понятен вопрос, что надо учиться, надо стараться и надо догонять, если есть пропуск. Понятно, что, опять же повторюсь, из-за веских причин, вот детей, можно сказать, лишают вот этой вот возможности, ну проявить себя, преодолеть вот эти вот трудности. А я с Никитой не согласна. Будут у них еще миллиард трудностей в этой жизни. Господи, зачем их создавать еще в школе? Согласны со мной, Светлана Николаевна? В какой-то степени согласна, или это спасибо, но в то же время есть дети, и их немало, которые хотели бы сдавать экзамены, попробовать себя. И даже у нас были предварительные экзамены, сдавало только три человека по русскому языку. Ну, для тех детей, которые хотели получить аттестат заранее. Математику они уже не успели сдать, но они получили еще хорошие оценки. Две пятерки и одна тройка. Тройка там один балл не достает до четверки. То есть наши дети, даже по этим детям, можно сказать, что они готовы были к сдаче экзаменов. ЕГЭ в этом году отменили. Те, кто заканчивают девятый класс, тоже не сдают экзамены переводные. Да, или там для кого-то они выпускные, кто дальше не продолжает учиться. Но экзамены будут сдавать в ПГУ и переводные, и госэкзамены, то есть выпускные. Защита диплома тоже будет в очном режиме, и такое решение приняли в ВУЗе. Там считают, что нужно проверить уровень знаний, уверены, что студенты сознательные, а преподаватели ответственные. Время покажет, с какими результатами они закончат этот учебный год, и мы потом посмотрим, подведем итоги. Светлана Николаевна, давайте расскажем про колледжи и техникумы. Там защита выпускной квалификационной работы будет. Где-то даже будут госэкзамены. Давайте расскажем об этом. Да, про техникумы колледжи. Защита выпускной квалификационной работы будет проходить в дистанционном формате. А вот в некоторых организациях среднего профессионального образования предусмотрен государственный экзамен. И как раз по государственному экзамену оценка будет выставлена по итогам промежуточной аттестации по соответствующим учебным дисциплинам. А по поводу практики, надо отметить, что практика будет проводиться частично на предприятиях, а частично дистанционно. Все зависит от программы. Светлана Николаевна, вот третий год мы живем в реальности онлайн обучения. Президент Вадим Красносельский говорил, что на его взгляд онлайн обучение это конечно же катастрофа, но на данный момент нет другого выхода. Сначала был коронавирус, сейчас у нас красный уровень террористической опасности. Но вот как показывает время, вот как говорят родители, что качество знаний все-таки проседает. Об этом говорят и учителя, особенно когда проводят контрольные работы. Светлана Николаевна, как сделать качество онлайн образования выше? Есть идеи, как будет этот вопрос продвигаться? Потому что судя по всему онлайн образование в том или ином формате, оно все равно будет присутствовать в жизни школьников. И это наш главный вопрос, вопрос дня, и поэтому задача усложняется всего 30 секунд на ответ. Онлайн образование, это уже реалии сегодняшнего дня. Мы никуда не ойдем от него. Даже если мы перейдем к формату обучения очно, все равно будут предметы, будут уроки, которые будут преподаваться дистанционно. И в то же время я хочу сказать, что дистанционное обучение нас очень многому научило. И учителей, и детей, и родителей. Да, я согласна с тем, что очное образование, оно более прогрессивно, оно более результативно, оно более человечно. Это не роботы, это люди обучают. И в то же время все будет зависеть даже в условиях дистанционного обучения от профессионализма учителя, от трудолюбия ученика и от контроля родителей. В любом формате обучения. Согласна с вами полностью. Светлана Николаевна, как думаете, как завершится этот учебный год? Можем уже подвести итоги? Я думаю, что он завершается удачно. Наши дети готовились к проведению экзаменов. Готовились, это значит, уже у них есть наработки учителя-ученика. Это уже мы до последнего не отменяли. Ну, вынуждены были это сделать, не отменяли экзамены. Но в то же время мы видим, наши дети побеждали на конкурсах, на олимпиадах международного уровня. Различные формы внеурочной работы. То есть наши дети все равно развивались, шли вперед. И в этом помогали все мы взрослые. Это очень важно, это самое главное. Спасибо вам большое, успехов вам. Спасибо огромное и вам удачи. Еще сегодня мы не поговорили о главном. О футболе. А для этого есть как минимум три причины. Первая. Шериф обыграл Святой Георгий 2-0. А после финального свистка игроки наслаждались нетленной We Are The Champions в исполнении легендарной группы Queen. И золотыми медалями чемпионата Молдовы. Это 20-е чемпионство, а значит в следующем сезоне эмблему клуба ждет ребрендинг. Появится вторая звезда. С первой причиной все понятно. Сейчас будем говорить об Амалиге. Совершенно верно, Виолетта. Там пока ничего не ясно. Команды отыграли регулярку. В плыв вышли Нистру, Топ Эстейт, Динамис и Тирасполь. Плюс к ним присоединятся еще две команды. Победители региональных розыгрышей Амалиги. В итоге шесть команд, их разделили на две подгруппы, лучшие выйдут в полуфиналы. Плоев стартует 22 мая уже в это воскресенье. А третья причина как-то связана с нашим Авангардом? Совершенно верно, Виолетта. Авангард ТВПМР уже сказал о Молиге до встречи осенью. Но это не значит, что телевизионщики все это время будут на Чили и Расслабоне. Их ждет большое турне по Приднестровью. Будут играть на футбольных полях парков нашей страны. Начнут с Бендер уже завтра. На новом газоне в сквере Солнечный. В соперниках команда Тираспольского хлебокомбината. Начало 18.00. Не пропустите, приходите, будет весело. На этом у нас все. Для вас в студии работали Виолетта Ганина, Никита Кондрата. Всего вам доброго. Хорошего вам вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин